К сожалению, нужно признать, что НАТО, реализуя свою стратегию, будет пытаться найти бреши в нашей обороне. Это будет происходить по всему периметру наших границ. От севера, от Арктики, от северо-запада, то есть Скандинавия, Балтийского региона, до наших западных границ, до Молдовы, Закавказья и Средней Азии. А долгосрочно у них стоит задача, ну что ли, открыть третий или четвертый или какой-то там фронт, чтобы Россия втягивалась в еще один конфликт у своих границ. Где это произойдет? Вот то, что мы видим, попытка вхождения Швеции, Финляндии в НАТО, группировка огромная у наших границ западных со территорией Польши, попытка раскачать Приднестровье и Молдову, протесты в Армении, которые тоже были. Неизвестно, чем закончится. Активность со стороны Афганистана у таджикской границы. Вот это потенциальные точки давления на ОДКБ, на нас, Беларусь и на Россию, так или иначе. И вот задача состоит в том, чтобы ни одна из этих точек давления не была той самой брешью, чтобы мы могли оперативно ее закрыть, а лучше всего не допустить какого-то обострения. Поэтому не зря говорил президент Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана про усиление центрально-азиатского вектора, имея в виду Афганистан. Там может рвануть, там северные районы, талибы тоже не до конца контролируют, там полевые командиры сами решают, на кого нападать, с кем дружить. А если им занесут денег те же самые американцы, то понятно, что они будут делать. Ситуация в Закавказе. Необходимо раскачать Турцию на агрессивные какие-то действия. Мы видим, что Турция удерживает, дистанцируется, не хочет, она скорее договорится с Россией. Но вот эта возможность устроить какие-то беспорядки в одной из стран, затем спровоцировать конфликт с соседними государствами, это потенциально опасно. Продолжение следует...